Привет! Сегодня с вами опять я, Нара, риелтор в Америке, в частности в Северной Вирджинии. Помогаю хорошим людям покупать и продавать дома вот уже 16 лет и хочу помочь вам в моих видео, объясняя те или иные аспекты покупки и продажи недвижимости. И сегодня я бы хотела рассказать о своем мнении, мое чисто субъективное мнение о том, почему все-таки лучше иметь жилье, владеть им, покупать его, чем снимать его в аренду, если вы планируете остаться в этой местности, в какой-то местности больше, чем, скажем, 2-3 года. Почему я считаю, что это лучше всегда покупать, потому что всегда либо вы снимаете, либо вы покупаете, неважно, вы оплачиваете чью-то ипотеку. Разница лишь в том, что эта ипотека либо ваша, либо чужая. Поэтому задумайтесь об этом. Когда вы снимаете в аренду, конечно, вы понимаете, что вы оплачиваете аренду за право проживания в этом жилье. И по истечении срока аренды вы должны выехать, ничего не получив взамен. Когда вы владеете жильем, вы выплачиваете каждый месяц определенную часть суммы вашего основного долга. И когда вы хотите дом этот продать, скажем, даже если вы не расплатились еще с ипотекой, но вам необходимо переехать, вы можете дом продать и получить ту часть долга, которую вы уже выплатили, плюс, возможно, увеличение в цене. С каждым годом все-таки цены на недвижимость растут. Поэтому всегда имейте это в виду. Дальше, смотрите, по эмоциональной, чисто исходя из точки зрения эмоционального. Ну, скажем, вот вы хотите завести животное, у вас его еще нет, но вы хотите его завести. Если вы снимаете, вам нужно получить разрешение вашего хозяина дома. Если вы владеете, это чисто ваше решение. Разница есть, да? Многие хозяева не хотят кошек, абсолютно. Я лично с этим сталкивалась, и я сама такая, если честно, я боюсь кошек. А многие хозяева не хотят собак. Вообще многие хозяева не хотят животных в доме. И если это, не дай бог, больше, чем одно или два, так это вообще проблема большая. Когда вы владеете жильем, вы сами себе хозяин, вы решаете, что вам делать. Когда вы живете в жилье, которое вы снимаете, вы должны просить письменное разрешение на любые манипуляции с домом. Но единственное, что вам могут дать разрешение, это покрасить, но и то с условием, что вы вернете цвет стен на прежний, даже если вы решили покрасить другие цвета. Когда вы владеете, конечно, вы можете вплоть до переноса стен, вы можете менять все, и вы можете делать ремонтные работы и так далее. То есть тоже эмоционально, как бы, более комфортно. Есть люди, которые говорят, что да, ну зачем мне заморачиваться на ремонтные работы дома, это издержки, почему я должен платить? Я не хочу платить за ремонт, я плачу за аренду, я не хочу заморачиваться. Да, это издержки, вы владеете домом, вы должны делать ремонт, вы должны его содержать. Но основываясь на моем личном опыте, я должна вам сказать, что этот ремонт не нужно делать каждый день, понимаете, каждый месяц или каждый год. Да, иногда бывают такие определенные вещи, которые нужно будет менять или ремонтировать, но это не так часто происходит. И в конечном итоге вы увеличиваете на самом деле стоимость вашего дома. Например, если вы обновили крышу, стоимость дома увеличивается немножко, но она увеличивается. Если, скажем, вы обновили ванну или кухню, так она вообще у вас растет. Если вы обновили даже полы, вы заменили ковролан на паркет, у вас стоимость дома растет. То есть то, что вы делаете для себя, для своего собственного удовольствия, приносит вам деньги по итогу. Вот, поэтому это все, просто еще нужно, наверное, подходить к этому с той точки зрения, что нужно ли мне это все или нет. Но в большинстве случаев, когда я начинаю разговаривать с людьми, объясняю ему, что все-таки, когда вы снимаете в аренду, вы выбрасываете деньги на ветер, будем уже честными, всегда, конечно, люди соглашаются, что да, наверное, лучше все-таки купить. Пусть это будет что-то маленькое, но свое. Но еще есть такая вещь, которую в 2019 году уменьшили, конечно, сделали туда ограничения, поставили, но все-таки это есть, где вы можете списать с вашего дохода при налогообложении ту сумму, которая пошла в счет вашего процента за ипотеку. Поэтому тоже консультируйтесь с вашими налоговиками, и вам скажут, на какую сумму вы можете на самом деле немножко списать. Да, вы можете сказать, что это копейки, что это не так много, но ведь это все складывается с 1 год, 2 года, 5 лет, 10 лет, это все как бы складывается в определенную, такую значительную сумму, да. Ну и, конечно же, рост. Все-таки в Северной Вирджинии, мы находимся в пригороде Вашингтона, Ди Си, и рост на недвижимость здесь сильнее идет, чем, скажем, в других частях страны, поэтому вы все равно имеете возможность увеличить цену вашего дома с рынком, с ростом с годами, с год, 2, 5, не так год, 2, сколько, скажем, лет 5, 10, все-таки вы получите какой-то рост цены, и при продаже дома вы получите прибыль, это точно. Причем прибыль при продаже не облагается налогом до 250 тысяч чистой прибыли на человека. Если вы женаты, то это полмиллиона. То есть, если вы сделали полмиллиона прибыли, налогом эта сумма не облагается, при условии, что вы жили в этом доме сами. Ну, это все детали, если вам интересно, звоните, я вам расскажу, отвечу на ваши конкретные вопросы. Но, в общем-то, основные вот такие факторы, это вот то, что я вам сейчас сказала. Причем, знаете, если вам необходимо съехать, куда-то уехать в другое место, вам не обязательно дом продавать, вы можете его сдавать в аренду, и кто-то другой будет оплачивать ваш долг за дом. Ну, разве это не классно? Ну, в общем-то, вот все. Надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Если вы считаете, что я где-то не права, пожалуйста, комментируйте. Если вы еще есть какие-то вещи, аргументы в пользу покупки дома, пожалуйста, прокомментируйте. Мне всегда интересно знать мнение других людей. Ну, и в следующую пятницу, надеюсь, что я выберу тему не менее интересную. До следующей пятницы. Хороших вам выходных. Пока.